На конгрессе вы говорили, что если можно давать подарки товарищу, это будет прекрасно. О чём вы говорили? Какие подарки я могу давать товарищам? Когда ты улыбаешься ему, когда ты любишь его, когда ты радуешься быть на связи с ним. Ну а какие подарки мы ещё можем дать друг другу? Ну, скажем, у меня есть с конгресса, может быть, 20 коробок конфет. Ну, у меня в комнате, в кабинете. Ну и что? Ну это подарки. Я чувствую подарки в сердцах товарищей. Понимаешь? Не нужно ничего давать физически, там подарки разные посылать. Физически тоже возможно, да, можно, если это возможно. От тебя я ничего не получил. Почему не попросили? Я не просил и не прошу. Кстати, не жду. А я говорю, что я сейчас, после конгресса, должен показать другим, всем, что я нахожусь в любви и в ожидании снова соединиться с ними. И это не имеет значения перелететь там на самолёте в какую-то страну, там объединяться. Нет, мы сейчас можем быть объединёнными. И это гораздо более эффективнее для исправления души, чем то, что мы перелетаем на самолётах с места на место из страны в страну. Например, русская группа, скажем, позвонит и скажет, «Цвика, снимите фильм и пошлите нам, чтобы нам было хорошее настроение». Это подарок. Так вот, снять десятку, послать им привет. Это считается подарком? Быть с ними в связи? Ну, по правде говоря, да. Что если они просят, а ты делаешь то, что ты, а не просят, это подарок. Прекрасно. То есть между десятками во всём мире, если мы это сделаем, то это будет как такое послание подарков, что мы благословение друг друга. Может быть такое? Может быть, но зависит от желания человека. Если он хочет, это имеет смысл. А если он не хочет, то ещё более имеет смысл. То есть заставить его получить подарок, так вы говорите? Дать, дать подарок.